На этом уроке мы проведем морфологический разбор 21 аета «Инна джаханна маканат мир сада» «Воистину гиенна является засадой» «Инна» — это харф, значит, не будет рассматриваться наука сарф «Джаханна» Ученые разочлись во мнении насчет этого слова Так некоторые сказали, что это заимствованное из других языков слово Некоторые сказали, что оно заимствовано из персидского языка И что в основе он звучал как «Каханна маканат» «Аллаху Алим» В этом случае оно не будет здесь рассматриваться На этом языке, на персидском языке, они говорят, что это слово означает «Ад» Другие сказали, что это арабское слово И что оно по модели «Фаанналь» То есть его трёхбуквенным корнем являются три буквы. Джим, Ха, Мим. Вначале быть мрачным, суровым. Или принимать мрачно, сурово. Ад так назван, сказали они, потому что он сурово примет своих обитателей. Также они сами будут там мрачными, суровыми, суровыми лицами. Да убережат нас Аллах от этого. В этом случае получается, что удвоенный нун, то есть два нуна, слившиеся в один удвоенный, это добавочная буква. Значит, Джаханнамо получается Исмун, Суляциюн, Мазейдун, Фиихи, Харфани, Сахихун, Салимун. Трёхбуквенное имя с добавлением двух букв, двух нуну. Правильно, здоровое имя. Это имя относится к именам женского рода, как и остальные названия ада, на что указывает та от Танис Сакината, суконированную букву та на конце этого глагола, на конце его глагола Канет. Про глагол Канет мы подробно поговорили в 17-м аете, поэтому не будем повторять сказанное. Следующее слово Мирсадан. Мирсадан – это имя по форме, по модели Мифаалан, которое в основе является общей моделью для имени, орудия труда, Исмуль-Аляд, как, например, Мифтахан, Ключ, Мифхабан, Дрель и так далее. А также для усилительной формы Исмуфаал, причастия действительного залога, то есть имени действующего лица, например, Мифдалан, благородный, щедрый, Михдаран, болтун и так далее. Так, некоторые ученые сказали, что Мирсадан здесь в аете – это как раз Мобаал-Гатусмильфаали, усилительная форма имени действующего, действователя. То есть Гиенна является устроившей засаду, сильной засадой. Значит, Мирсадан – это у нас Исмун, Филасиун, Мазидун, Фихи, Харфани. Это трех буквы, но имя с добавлением двух букв, буквы Мим в начале и буквы Алиф перед последней корневой буквы. И основой, корнем этого имени является Расада-Ярсадан, устраивать засаду, а точнее сказать, его мастер Расадан. Также это имя Сахихун-Сальман, несмотря на Алиф, так как Алиф здесь является добавочной буквой, а среди трех корневых букв нет недостатка, из-за которых мы могли бы сказать, что это имя Гойру-Сахих или Гойру-Сальм. Имена по форме, по моделям и фаадам являются общим для мужской, для женского родов, поэтому слово Мирсадан здесь у нас может описывать, то есть быть сообщением, хабаром для слова Джаханнам, который, как мы сказали, считается в женском роде. Аллаху Адам.